Это будет второй Месси. Я не считаю Зуболотного сильнее, чем Чава. Я пошел в отбор, ошибся Гвардио. Человек, который в клубе работает, не знает, что Колесников, воспитанник ЦСКА. Конечно, хочется ЦСКА работать, но пока не может. Всем привет! Сегодня у нас в гостях легенда ЦСКА, человек, который не нуждается в представлении, Александр Сергеевич Гришин. Александр, здравствуйте! Добрый день, добрый день уже, да. Ну, расскажите, хотели бы начать с того, как началась ваша карьера? Как появился футбол в вашей жизни и как вы оказались в ЦСКА? Ну, карьера началась, как у всех, наверное, детей в этом возрасте. Был клуб Фили в районе, в котором мы занимались. Было много кружков, мы и в футбол играли, и в хоккей играли с мячом. Поэтому такой спортивный район был. И после того, как я уже на филях играл за клуб, подошел один из тренеров ЦСКА и пригласил меня в наш клуб. Тогда в Манеже мы занимались, я помню, в ЛФК. И по большому счету, ну, ничего необычного такого не было. Я, видно, на фоне ребят из сели выделялся. И, соответственно, тренер на меня обратил внимание и забрал в ЦСКА. Я сразу же согласился практически, потому что мне было ехать очень удобно. Я доезжал до трамвая 23, и на 23-м трамвае прям приезжал к ЛФК. И там были тренировки. Поэтому ничего такого сверхъестественного не произошло. Только из-за того, что я неплохо смотрелся на уровне клубном. И когда вы оказались в ЦСКА, кто помогал вам адаптироваться к команде, прибавлять, расти? Ну, в ЦСКА тогда были супертренеры. Это Альберт Шерстернев, это мой тренер лично, Борис Аркадьевич Кофейкин. Это легендарный нападающий ЦСКА 70-х годов, игрок сборной. Другие футбольные люди, это Валентин Бубукин. То есть там была целая плеяда таких звезд, которых мы только видели по телевизору и мечтали просто рядом с ними постоять и взять автограф. Когда я пришел в ЦСКА, это оказалось, что мои тренеры. И для меня было это, конечно, очень интересно. И когда с такими людьми работаешь, просто боишься их подвести и играешь на максимум своем. Поэтому раньше, в наши времена, тренерский состав в школе ЦСКА был просто сумасшедший. А из игроков кто вас впечатлял своим уровнем, мастерством? На нашем уровне, в моей команде, где я играл, был такой Валерий Харламов. Это племянник Харламова, Валерия Хоккеиста. Был одаренный паренью. Настолько у него было много качеств хороших футбольных. Но немножко свернул не на ту дорогу, да, немножко бросил футбол, отодвинул на второй план. И, соответственно, не попал даже в дубль ЦСКА. Хотя это был один из, наверное, не даже не один, это главный такой феномен был нашего футбольного ЦСКА-школы. Потому что много талантливых футболистов было, и еще больше почему-то не дошло до первой команды. Вот сейчас мы даже говорим, где молодежь, куда она теряется. Но поверьте мне, в наше время еще больше молодежи терялось, чем сейчас. Потому что были какие-то другие соблазны, и люди уходили немножко от спорта, и, можно так сказать, переходили на другую сторону дороги. Поэтому было много талантливых футболистов, и даже из моего года брать, если... Это Алексей Гущин, защитник, если вы помните, да, Андрей Новосадов. Валера Менькова уже приехал к нам позже, да, когда мы в сборной были, в юношеской, молодежной. Вот, но выбор-то был большой. Школу ЦСКА заканчивал Городиленко Дима, который играл потом за «Спартак», это Александр Мостовой, который тоже играл за «Спартак». Поэтому раньше, как мы сейчас говорим, выхлоп в школе ЦСКА-школе был очень большой. Было очень много футболистов, которые выходили не только к дублирующему составу, подходили, но и в основных составах, пускай не ЦСКА, а там в «Спартаке», да. Взять таких же ребят, как Миша Колесников, это прямо выпускник, и «Царство небесное» Миша Еремин, да, это же тоже наши выпускники. Поэтому раньше было очень много ребят и футболистов, которые дорастали до высокого уровня. Не то, что там играли в ЦСКА или в «Спартаке», а они играли за сборную Советского Союза. А сборная Советского Союза, поверьте мне, головы на три, на четыре сильнее, чем сборная России. Потому что Советский Союз, если вы знаете, это 15 республик, это футбол в Грузии, футбол в Душанбе, футбол в Украине, футбол в России. И вот этот микс был, да, такой сильный, и поэтому сборная Советского Союза всегда считалась одним из конкурентов на какие-то титульные вещи, да, там на медали, на место в призерах. Мы же помним, что 88-й год, Олимпийские игры выиграли, выиграли, при Валерии Васильевича Лобановском на чемпионате Европы вторыми были, были. Поэтому раньше были результаты, и тренеры, наверное, были получше. Но это мое мнение, да, если есть выхлоп, значит, тренеры лучше работают. Если нет хорошего, можно сказать, ты не даешь игроков первую команду, значит, здесь надо говорить о том, что, может быть, тренеры не дорабатывают, а может быть, и селекция плохо работает, может быть, и ребята не доехали какие-то, поэтому здесь очень много факторов в футболе, которые влияют на то, что вышли ребята в первую команду или не получился, да, это уровень дорасти. Вы свой дебют помните? Свой дебют, конечно, помню, а как его не помнить? Я вышел в Олимпийском, мы играли с московским «Динамо», я заменил Володю Татарчука, вот, и мы выиграли эту игру 2-1. Я сыграл не очень хорошо, по моим, как бы, ощущениям, да, ну, Павел Федорович, Садырина, весь тренингский штаб, и ребята, ну, как бы, поздравили с дебютом, и дебют получился хороший. В 2-1 мы обыграли «Динамо» в «Олимпийском», а «Олимпийский» раньше был битком, а это где-то тысяч сорок зрителей, вы представляете, что это такое, это ажиотаж, «Динамо», «ЦСК», потом «Спартак», «ЦСК» мы там играли, вот, народ очень любил ходить на футбол, на такие игры, дебют получился по счету хороший по игре, наверное, не мне оценить, как я играю в футбол, а оценивать должны зрители, тренеры, поэтому я могу только сказать, что удачные в плане того, что мы выиграли и набрали свои, там, 2 очка, когда раньше система была не трехочковая, а двухочковая. А тренерские слова вы не помните, которые были после той игры? Ну, тренеры после таких игр обычно, когда дебютантов поздравляют, желают, ну, обыкновенные вещи, чтобы дальше прогрессировал, чтобы дальше для своего клуба играл, чтобы были результаты, поэтому просто похвалили и все, ну, ругать в такой момент, если даже плохо кто-то сыграл, наверное, и не стоит, потому что счет 2-1, у всех позитивное настроение, но Павел Федорович, Барис Аркадьевич подошли и поздравили, мне было приятно, подошли ребята старшие тоже, Сергей Фокин, Дима Кузнецов, Сергей Дмитриев, да, там, Олег Сергеев подошли, ну, можно сказать, поддержали, да, и сказали, что вот первая игра, молодец, дальше будем двигаться уже дальше к той мечте, которую мы подвинули в 91-м году. Ну, на самом деле, это была, наверное, одна из сильнейших команд и любимых команд болельщиков, это 70-й год чемпионы, 91-й год чемпионы, и 2005-й, когда при Валерии Георгиевича Газаеве и Евгении Леонидовича Геннери уже мы взяли кубок, не мы, а, ну, ЦСКА, но я как бы себя всегда считаю, что мы, бывших ЦСКА-цовцев не бывает, мы выиграли кубок УЕФА, поэтому это вот три классные команды, которые, наверное, болельщики оценивают и любят, да, по своей игре, по структуре, по отношению к болельщикам, мне так кажется, ну, вот у меня такая вот, такая точка зрения. А в чем была главная сила той команды 91-го года? Ну, во-первых, эта команда собиралась давно, не секрет было, что раньше набирали в ЦСКА на службу, да, все хорошие футболисты всех подписывали, вот я, например, офицер, капитан запаса, да, все хорошие футболисты сразу призывали в армию, и молодые сыгрывали, кто-то уходил, кто-то нет, и эта команда существовала практически с 87-го года. Ребята играли вместе, кто из юношеских сборных, кто из молодежных переходил, служили в армии, да, соответственно, результат не получался, и тут пришел Павел Федорович Садырин, сказал просто обыкновенные слова, говорит, ребят, давайте начнем играть этот год, если мы все выиграем, будет хорошо, я вам обещаю, что вы будете жить хорошо, мы вам сделаем все условия, если нет, захотите, уходите в любые команды, никакой обиды не будет, но раньше не было контрактов, раньше ты подписал бумажку и играешь за одну команду. И все Павел Федоровичу на самом деле поверили, он убедил 25 футболистов, да, еще там сколько персоналов было, доктора, массажисты, все повара, да, он всех убедил и зажег вот этой энергией своей, все ему поверили, и посмотрите, он пришел в 89-м, первое место в первой лиге, там больше всех очков набрали, больше всех голов забили, да, 90-й год сразу второе место, и 91-й мы вообще все выиграли. И если бы еще не та ошибка судей, помните, в Роме, да, когда мы забили Сергея Дмитриева головой, и не засчитали гол, там была чисто политическая такая ситуация, да, нам просто не дали туда пройти, мы бы прошли бы даже в кубке УИФа, по-моему, мы бы прошли намного дальше. Но команда была сумасшедшая, это первое, дисциплина, второе, люди уважали друг друга в команде, люди уважали тренера, тренеры уважали нас, и вот этот такой симбиоз футбольный получился очень хорошим, и это дало результат. И это, надо говорить о том, что и в других командах, которые побеждают, если команда выиграет, значит, там все внутри в порядке. Если у команды какие-то есть передряги внутри коллектива, то, соответственно, результата можно даже не ждать. А Садырин вам каким запомнился в работе? Это человек, который вообще сделал из меня футболистом, можно так сказать, и дал мне путь в футбол. Потому что можно было условного Гришина из дубля не брать, и условный Гришин потерялся бы и растворился бы на просторах России, и, может быть, закончил бы еще раньше, чем я закончил, хотя играл до 37 лет. А так это вот, ну как охарактеризовать? Это вот можно одним словом сказать, мужик, настоящий мужик, который слов на ветер не бросает, который требовательный, который заставляет делать то, что ему надо, подчиняет все своему видению футбола. И это сильный, не только тренер, это сильный, вот такой харизматичный человек. Вот харизма, когда человек идет, то это уже прям тебя воодушевляет. Я могу так же от Евгения Леонидовича Гиннера сказать, да, это человек, от которого идет уверенность, да, видно харизму, видно, что человек уверен в себе, и эта уверенность, я к ним много раз заходил, она прям тебе передается, да, что бы ни случилось, ты с ним поговорил, и все встает на свое место. А сейчас с Гиннером вы не на связи. Как я могу быть на связи с Евгением Леонидовичем? Ну, мы совсем люди другого полета, да, Евгений Леонидович там, мы обыкновенные люди, которые работали. Да, мы когда работали в ЦСКА, мы всегда, он разрешал мне, я заходил к нему в кабинет, он давал мне какие-то указания, но поздравлял я его с днем рождения, да, но так, чтобы приходить, здравствуйте, Евгений Леонидович, такого сейчас нет и быть не может, потому что я в одном клубе, у них свои проблемы есть. Но то, что этот человек дал мне путь в тренерство, это однозначно. Меня Гиннер сделал тренером, потому что он мог меня не переводить в дубль, обработал бы до сих пор в школе где-нибудь, да, и меня бы никто и не знал, как тренера, да, то есть он мне доверил, у нас с Валерой Миненко получилось создать хорошую команду на протяжении многих лет в дубль, да, мы показывали одну из лучших игр в чемпионате дублеров, поэтому за это только могу сказать спасибо Евгению Леонидовичу, что он доверил, и знаете, как не лез в наши футбольные дела, он говорит, я посмотрю, будет результат, мне нужны футболисты, если будет все нормально, значит вы хорошо работаете. И мы с Валерой отработали сколько, 7 лет, 8 лет, ну где-то в этом пределе. Дали футболистов, ребят выехали, Головин в Монако, Караваев в Зените, сколько ребят сейчас играют в ЦСКА, в Уфе Леша Никитин там с Жамалендином, то есть футболисты появлялись, а это самое главное для тренеров молодежных команд, когда твои футболисты прогрессируют, и пускай они попадают в ЦСКА, в ЦСКА очень тяжело попасть, потому что это топовый клуб, это клуб, который всегда будет бороться за первые места и который будет играть в Лиге Чемпионов, и там соответственно нужны, наверное, футболисты другого качества, да, и все это понимают, но то, что ребята доходят до высшей лиги, да, мы не берем даже ФНЛ, ФНЛ еще больше ребят играет в ЦСКА, до высшей лиги, это уже определенная планка, это очень хорошо в плане того, что все видят, да, что из этой команды можно подняться выше и уже играет на другом уровне, вот, ну и конечно нам повезло, что школа ЦСКА работала очень продуктивно, мы просто, знаете, как говорят, к нам они приходили, ребята, и нам главное было их не испортить, да, и все, то есть ничего лишнего не давать, дать им раскрыться, да, и чтобы они играли в хороших клубах, а лучше всего в ЦСКА. А вот за все время работы в молодежке в ЦСКА могли бы выделить пять вот лучших воспитанников по уровню, по менталитету вообще, кто был самым перспективным для вас? Леш, ну самое интересное, выделять никого не хочется, по какой причине, потому что футбол все-таки это коллективная игра, да, если мы будем выделять Чалова, то мы забудем выделить условного Макарова, который, вот мы с тобой разговаривали, да, у которого много травм, но за счет этого Чалов играл, потому что Макаров обыграл, отдавал Чалову передачи, и тот забивал, или, например, те же защитники, Караваев и Никитин, как их не отметить, но они играли за счет чего? За счет того, что были хорошие полузащитники, да, то есть здесь симбиоз такой должен быть, не бывает такого, что команда плохая, а один футболист хороший, он забивает, и вот он все решил, такого не бывает. Футбол – это один из человек, которые друг другу помогают, которые где-то воротарь выручают, где-то нападающий забивает такой гол, который не должен забиваться, и за счет этого коллектив вот создается, и мы всегда делали с Валерой Менько акцент именно на человеческих качествах. Вот если человеческие качества у футболиста хорошие, мы его брали, если человеческие качества не очень хорошие, ну какие-то там задатки могли быть, но это могло испортить отношения в коллективе, мы старались от этого человека немножко отстраниться, да, или быстрее его в аренду отдать, или там, наверное, продать его, вот, а так, еще раз говорю, выделять никого не могу, да, яркие были, яркие эпизоды были у Чалова, потому что он много забивал, тот же Базилюк в дубле много забивал, тот же Леша Никитин, который сейчас в Офе играет, не знаю, почему он оттуда не выберется на уровень выше, он был капитаном молодежной команды, это тот же Караваев, который сейчас в «Зените», да, тот же Головин, который в «Монако», мы говорим о том, что не дубль их воспитал, их воспитала система ЦСКА, их набрали маленьких, они перешли к нам, и потом перешли в основной состав, тот же Илья Помазун. Макаров, кстати, выделял Георгиевского, говорит, что это один из самых талантливых, вообще с которым он играл. Это сто процентов. Мы про Георгиевского говорили, что это будет второй Месси, вот без смеха, вот там «Спартаке Давыдова» так называли, но про Георгиевского, на него так рассчитывали, он так здорово играл на молодежном уровне, если бы нас тогда спросили, что будет он или не будет играть, я бы голову на отсечение дал, что Георгиевский будет играть. Почему произошло, что он не играет? Наверное, все-таки это уже к нему вопрос, потому что шансы были, шансы ему давали, он уходил в аренду, и он был в других клубах, и почему он не заиграл? Наверное, все-таки характер не очень такой хороший, мягкий, можно сказать, но по всем футбольным качествам, по видению футбола, по мозгам, по футболам, но все в ЦСКА думали, что он заиграет. Что с ним случилось, никто не скажет, человек все-таки это не машина, мы можем роботу сказать, вот там как, отпили там 10 болванок, он тебе за час отпилит, 10 болванок, все, мы работаем с людьми, сегодня человек в хорошем настроении, завтра у него что-то случилось, и вся жизнь перевернулась, поэтому чем спорт очень такой интересный и такой непредсказуемый, можно говорить из-за этого, что ты с людьми работаешь, и что у человека в душе, ты не знаешь, может быть у него что-то случилось в семье, а мы этого не знаем, начинаем его нагружать, а он не может к этому подойти, но то, что ты спросил про Георгиевского, спрашивают практически все, это на самом деле был, ну один из талантливших футболистов, который, к сожалению, не заиграл на высоком уровне. А когда сейчас смотрите, например, на Федю Чалова, что считаете, что с ним происходит, сбивает мало и играет по сути тоже не так много? Ну, Федю Чалову я всегда защищал и буду защищать, да, первый сезон, после того, как он от нас перешел, он забил 15, был лучшим бомбардиром в ЦСКА, и это все видели, что потом случилось, только может ответить тренеры, которые с ним работали, да, может быть тренировочный процесс другой, может быть еще какие-то вещи психологические другие, но вот сейчас я уже могу говорить, что уже пошел пятый год, и здесь уже надо спрашивать не с тренеров, а именно с Чалова, с самого, да, что у него происходит, что у него в голове, почему он не играет, я не считаю, у Заболотного сильнее, чем Чалова, да, но мы видим, что у Заболотного запредельное сейчас желание играть, это мотивация, это черновую работу, он даже как нападающий, он большую черновую работу выполняет, Чалова, наверное, не ставят из-за того, что он проигрывает конкуренцию Заболотному, но с другой стороны, мы видели, что первые игры Леша ставил все-таки Чалову правого нападающего, но, наверное, Чалову все-таки не правый нападающий, это центральный нападающий или второй нападающий, да, если играть другую схему, 4-4-2, это игрок, который должен быть на острие атаки и в створе ворот играть, тогда он полезен, но еще раз говорю, есть состав у тренерского штаба, свой, да, они выбирают ту тактику и ту модель игры под соперника, да, во что они хотят играть и во что будут играть, и, соответственно, Чалову пока не находится место в составе, но мне кажется, что уже это проблема Чалова, это не проблема тренеров, потому что проблема игрока может быть там на второй год, как говорится, первый год хороший сыграл, второй год проблема, да, потому что к тебе уже приспособили защитники, тебя начинают держать уже более плотно, но когда ты уже третий, четвертый, пятый год пошел и ты не можешь выйти на другой уровень, ну, наверное, это проблема Федора, да, наверное, ему надо покопаться у себя в голове и найти вот эту вот изюминку, почему он не играет сейчас, хотя у него хорошие данные, он хорошо сложен, у него голливудчить его хорошее, он неплохо обыгрывает именно в штрафной, у него дриблинг не фланговый, такой, как у и Джуки, да, или у Макарова того же, то, что мы спрашиваем, или у Тошича, у него дриблинг именно в штрафной площади, где можно на метре обыграть и быстро пробить и забить гол, но, еще раз говорю, здесь все-таки уже надо с Федора спрашивать. А не считаете, что он пересидел в ЦСКА и что проблемы начались как раз после того периода, когда его активно сватали в Англию, он не уехал, после этого уже начался сватать? Нет, я не считаю этого, потому что после первого года уехать в Англию, во-первых, неправильно, потому что клуб тебя воспитывал, клуб тебе дал дорогу в футбол большой и ты должен хотя бы года 3-4, это мое мнение, отдать клубу то, что клуб тебе дал, забивать голы, завоевывать титулы, выходить в Лигу Чемпионов, а потом уже думать о карьере какой-то дальнейшей своей заграницы. Я не думаю, что за него давали такие большие деньги, потому что, я так думаю, Евгений Ленорыч убедил Федю остаться и, наверное, рассчитывал, что он еще лучше заиграет и, может быть, цена немножко подрастет, но, видите, так получилось. Это футбол. Еще раз говорю, футбол просчитать невозможно. Если бизнес можно где-то просчитать, то футбол просчитать невозможно. Сегодня Чалов стоит 15 миллионов, а завтра он может стоить или 30, или перестанет играть и станет стоить 5. Поэтому вот здесь надо найти вот этот промежуточек, где будет футболисту комфортно и правильно, чтобы он подался и играл, или, наоборот, его удержать, чтобы поднять еще цену. Потому что футбол сейчас, это бизнес, это раньше мы играли, это хобби был футбол, а сейчас это бизнес, люди деньги зарабатывают. И я не думаю, что этот момент на нем сказался, потому что любой спортсмен, ну, не продали меня в этот клуб, что мне сейчас сесть и зарезаться, там, умереть, сидеть, плакать, что Федю не продаю. Но я считаю, что надо, наоборот, любой спортсмен будет еще больше доказывать, что я достоин играть здесь в основном составе и уехать еще в более лучший клуб, условно, Манчестер Юнайт. Вот это спортсмен должен чувствовать в себе, а не так, как я тоже читаю, что вот Федор обиделся, у него психологические какие-то проблемы, но тебя не отдали в другой клуб. Ты играешь в ЦСКА, ты не играешь в условное, не в обиду сказано, будет там, ну, кто-то внизу, даже не буду клуба называть, ты играешь в топовом клубе в Российской Федерации, Локомотив, Спартак, Зенит, что тебе еще надо в Динамо? Играет, доказывает, тем более, я так думаю, хороший контракт, хорошее отношение, свой воспитанник. Поэтому еще раз говорю, здесь я не вижу психологической проблемы с точки зрения того, что меня не продали, и я не играю. Здесь уже есть проблема того, что Заболотный играет сильнее, чем Чалов, и поэтому играет Заболотный, а Чалов в последнюю игру даже не вышел на замену. Для меня это, ну, я слежу за нашими воспитанниками, и для меня это, ну, как-то не очень хорошо смотрится. А по Заболу, что можешь сказать, считаете, он уровень ЦСКА? Ну, если он играет в ЦСКА, значит, это уровень ЦСКА. Мне кажется, хорошо, что он даже вернулся в ЦСКА, потому что каждый воспитанник, который занимался в определенном клубе, мы сейчас говорим о ЦСКА, но всегда мечта сыграть за свой клуб. Вот у меня эта мечта сбылась, да, и я с 88-го по 2000-й год играл в ЦСКА, это вот такой огромный отрезок времени, я прям, ну, можно сказать, балдел от футбола, тем более я играю еще в своем клубе, это такая большая мотивация, и то, что Антон перешел из Сочи в ЦСКА, ну, это говорит о том, что, во-первых, он воспитанник, а во-вторых, он, ну, любит ЦСКА, и, соответственно, я так, по-моему, услышал, что даже на понижение зарплаты пошел. Ну, это хороший момент, это хороший момент, единственное, не очень мне понравилось, когда он сказал перед сезоном, у меня задача забить 7 голов, ну, это не задача центрального нападающего, ну, поверьте, вот я играл центрального полузащитника, у меня 3 сезона подряд, я забивал там 12, 14, 15, да, опорный полузащитник, нападающий себе должен ставить хороший 20, пускай ты их не забьешь 20, но ты поставь эту планку 20, 7 голов, ну, поверьте, ну, можно забить, тем более, в команде ЦСКА, которая играет в Польше, с позиции силы и хорошо в атаке, но это можно за 12 игр забить 7, и что тогда, в следующий круг не играть тогда, надо ставить максимальные задачи, полузащитники забивают по 15, а нападающий должен ставить 20-22, пусть ты ее не выполнишь эту задачу, но ты ее поставь сначала. Про видео, которое выложили в инстаграме ЦСКА, где Тигран и Мородишвили не могли ответить даже на элементарные вопросы про ЦСКА, такие как, кто там забил гол в финале, пункт Пуэфа. Это плохо. Да, то есть, как так получилось, и как было ваше время, когда вы пришли в команду, были ли у вас какие-то вот уроки по истории, истории про предыдущее поколение игроков? Ну, во-первых, это очень плохой сигнал, потому что мы, когда работали с Валерой, Нинько, в дубле, у нас ребята читали книги, мы им давали вот эти брошюрки, потом вот я общаюсь, вот Андрей Тепло такой есть, который выпускает книги ЦСКА, да, вот, мы ребят, ну, можно сказать, заставляли читать и знать свою историю своего клуба, но если ты играешь в ЦСКА, и не знаешь, что такое Борис Аркадьевич Копекин или там Шестернев, да, Альберт Алексеевич, тогда, или Остаповский, да, ну, как, ну, человек любой должен знать историю своего клуба, своей страны, это же, ну, это и есть патриотизм, ты должен знать, кто за этот великий клуб играл, а ЦСКА это величайший клуб, там были суперспортсмены, мы не только говорим о футболе, мы говорим о хоккее, это Петров, Михайлов, это Третьяк, это фигурное катание, ну, мы раньше знали всех, поверью, вот, мы жили в Архангельском, футболисты жили на втором этаже, а хоккеисты жили на третьем, но, когда они играли, я знал любую пятерку, которую я могу назвать сходу сейчас, не только ЦСКовскую, но и Спартаковскую, и Королесоветов, где я живу, все тони, на филях, я даже знал все пятерки команды Королесоветов, но раньше спорт был чуть-чуть другой, да, игроки менялись намного реже, чем сейчас, да, сейчас вот эти драфты есть, окна вот эти, трансферные, да, и иногда не успеваешь, за футболистом, кто куда переходит, но знать свою историю клуба, за который ты играешь, ты просто обязан, вот у меня такое мнение, что ты обязан знать историю клуба, где тебя воспитывали, и где, можно сказать, тебя кормят. Ну, когда вы были молодым, получается, это была ваша инициатива, нет, тренерский штаб вас, условно, заставлял? нас никто не заставлял, я не помню свое детство, может быть, нас и тоже заставляли учить, да, историю своего клуба, но мне было просто интересно знать про свой клуб, кто в нем играл, кто был в какое время президентом клуба, кто начальником команды, и я еще помню Шапошникова, да, такой тренер, наверное, знаете, да, по-моему, недавно он умер, вот, то есть я знал всех тренеров, которые работали от Аркадьева до Березуцкого, можно так сказать, и мне интересно, просто я интересуюсь клубом, мне интересно, что там происходит, вот, я играл в Динамо два года, то же самое, мне тоже интересно, что в Динамо творится, поэтому, историю Динамо я, конечно, не очень хорошо знаю, да, но, поверь мне, историю ЦСКА я могу рассказать с 50-х годов, это ни в коем случае не юмор, и, наверное, я бы эту передачу не выпустил, просто, со стороны болельщиков, а я знаю, что, ну, болельщики к нам очень хорошо относятся, и если болельщики смотрят, что футболист не знает историю своей, можно сказать, семьи, да, ну, Евгений Ленович называет, что ЦСКА это семья, в семье должны, да, в семье должны знать не только футболистов, тренеров, но и тех, кто работает на благо футбольной команды, как говорят, уборчество, ты должен знать ЦСКА, которое помогает тебе, условно, приходить в чистое помещение, да, чтобы ты хорошо готовился к тренировкам, и вот, например, я бы эту программу, может быть, даже и не выпустил, но, во-первых, это очень глупо смотрится со стороны футболистов, что они не знают каких-то, ну, обыкновенных вопросов, там не было ничего такого, я смотрел передачу, казаться, казаться на, на этом фоне не очень умно, тоже неправильно, да, вот я бы как футболист, если мне сейчас, вот мы интервью запишем, и, и что-то не то сейчас я сделаю, я попрошу, чтобы это убрали, потому что слушают миллионы болельщиков, а ЦСКА, это же там армия болельщиков, такая сумасшедшая, если они видят, что футболист не знает элементарных вещей, это уже не смешно, это уже не смешно, это немножко некрасиво, ну, а так, ну, может быть, для кого-то веселая компания, мы сейчас находимся в таком социуме, мне вот, например, 50 лет, я Советский Союз застал, да, у меня воспитание, может, другое, может быть, на самом деле, кому-то прикольно, да, что вот так произошло, они не знают, ничего, все посмеялись, вот, я говорю, с точки зрения, вот, своего восприятия, это ситуация, что ребята, ну, обязаны знать, кто такой, Шестернев, Остаповский, Копейкин, Можаев, там, другие футболисты, ну, Вагнер Лав, а они не знают, кто такие, там, ребят, 91-й, которые все выиграли, они не знают, только Кузнецов, Фокин, Еремин, Харин, если они не знают, ну, ребят, ну, это вообще не интересно, просто так, да. Да, вернемся в 91-й год, в той команде, получается, вы только начинали свой путь, сыграли, там, буквально, наверное, 10 матчей в том сезоне, 8 матчей, в какой момент было понимание, что вот в этом году мы точно станем чемпионами? Ну, понимание было вот именно в последнем матче, если там вспомнить, там все сидели друг у друга прямо на пятках, да, одно поражение откидывало тебя там с первого на четвертое даже место, вот, и поэтому напряжение было до последнего игры с Динамо, и когда мы уже Динамо обыграли и объявили, что конкуренты сыграли так, как нам нужно, да, и мы стали чемпионами, тогда мы уже в это поверили, и мы тогда играли на стадионе Торпедо, на Азиле, но там от раздевалки практически ничего не осталось, там такая радость была, ну, представляете, за столько лет ЦСКА стал чемпионом и выиграл еще и кубок, да, то есть, ну, это была фантастика, это было, вот я сколько болельщиков, у меня знакомых, ЦСКовских, но вот именно они считают, вот именно вот эту команду почему-то самой такой, такой слаженной, да, может быть, это и запал Федорович Садырин, да, потому что он был человек такой, что он нам вообще запрещал, если мы выходили из-под трибунового помещения и проходили мимо болельщиков, он нас просто выносил так на следующий день, мы даже фанатов никогда не называли фанатами, да, мы всегда говорили, это наши болельщики, и когда мы выходили, проиграли, мы выиграли, мы стояли до последнего, давали автографы, разговаривали с болельщиками, если вы помните, Лужники, да, где автобус стоял, там огораживали прям железными такими заборами, ты стоял и разговаривал с болельщиками, час, полтора, никого не волновало, Павел Федорович говорил, ребят, это люди, для которых вы играете, если вы сейчас пройдете мимо или через другой выход, то это будет некрасиво просто, и мы спокойно, поэтому вот эту команду болельщики воспринимают с другой стороны, со стороны того, что мы были такие же, как и болельщики, мы спокойно с ними разговаривали, нас болельщики могли пригласить на какой-то ужин, да, мы приезжали, не как сейчас там говорят, там, напиться, просто приезжали кофе попить, пообщаться с болельщиками, со своими, которые за тебя ходят, болеют, и у меня, поверьте, до сих пор, вот, может быть, похвастают, да, вот, есть люди, которые ходят на футбол, одевают мой значок, мне так приятно, и они каждый раз фотографируют, говорят, вот мы, мы с тобой на трибуне, хотя я уже в ЦСКА уже, сколько, шесть лет, вы, по-моему, меня нет, с 2016, я говорю, уважение должно быть взаимно, если футболист не взаимен к болельщикам, то и оттуда не будет взаимности, да, правильно Гиннер говорит, это семья, да, семья, это клуб, это болельщики, это все люди, которые работают на команду, это очень такие, правильные слова. А вы помните раздевалку перед Динамо, что говорил Садырин перед тем матчем? Нет, никто не помнит, задача у нас всегда была одна, тем более уже была, сыгранная команда, играли в свое удовольствие, задача всегда была выходить и именно конкретный матч выигрывать, потому что, если ты будешь ставить какие-то долгосрочные, перспективные там свои планы, они могут не получиться, потому что ты какой-то матч проиграешь, и тебе уже не будет хватать очков, поэтому хорошая команда идет от игры к игре, выиграла одну игру, значит настраиваемся на следующую, следующую надо выиграть, следующую выиграли, следующую, да, и я так думаю, что все команды так настраивают, и никаких слов, условно таких супер каких-то в раздевалке не бывает, но установки, да, бывает, но в той игре наверняка что-то такое было, потому что это была чемпионская игра, то есть надо было положить все свое здоровье, свои там ноги, руки на поле, да, но уж только выиграть эту игру, чтобы стать чемпионом, это была последняя игра, а весь сезон мы шли от игры к игре, выиграли, выиграли, выиграли и стали чемпионами. Вы с Валерой Минько практически с самого начала своего пугольного пути, и были и в ЦСКА, и тренировали молодежку вместе, вы с ним сразу подружились? Да, вот так получилось, мы дружили с ребятами, которыми выпускались, Леша Гущин, Андрей Новосадов, да, и Валера Минько нас забрали в юношескую сборную, и он приехал из Барнаула, как просмотровый, мальчишка такой, и мы прям сразу подружились, я не знаю почему, и вот дружим до сих пор, вот у меня в футболе там есть три друга, да, вот на которых можно положиться, Валера это вот первый просто человек, который всегда придет на помощь, у нас там были случаи жизненные, мы друг другу помогали, да, когда он без почки остался, там, когда у меня были проблемы, поэтому это такой человек, во-первых, я его считаю настоящей легендой, да, когда говорят, вот легенда, да, вот Минько это легенда, человек, который уже, мне кажется, больше 30 лет в ЦСКА, который играл без почки, играл за сборную Советского Союза, играл за сборную России, за национальную, это очень многое такое, многого стоит, ну вот мы идем, получилось так, по жизни вместе с 13 лет, каждый день созвонимся, ну, потому что на самом деле, настоящий друг. также в тот период в команде появились молодой Симак, молодой Хохлов, молодой Радимов, что это были за молодые игроки, как они вообще, как воспринималось их появление в команде? Ну, как воспринималось, тогда еще Шуков пришел, который, помните, где я уехал в Голландию играть, но всегда же идет конкуренция, всегда идет селекция, и, соответственно, попадают в ЦСКА такие талантливые футболисты, я считаю, Хохлов, Симак и Радимов, это, ну, одни из талантливших людей, которые играли в тот период за ЦСКА, вот, это, во-первых, хорошие люди, и, кстати, мы, говоря о дружбе, да, мы каждый день созваниваемся, практически, и с Радимовым, и с Симаком, и с Димой Хохловым, недавно, три дня назад, только созванивались, его, уволили из ротора, да, но сейчас какая-то другая команда будет, будет вызов другой, ну, я рад, что у меня, вот, есть такие, ну, друзья, да, футбольные, они всегда поддерживают, всегда помогут, и вот, радостно то, что прошло уже, там, 20 лет, 25, а мы до сих пор общаемся, и общаемся, потому что нас соединил футбол, и общаемся, потому что, на самом деле, это очень хорошие люди, хорошие футболисты, и, практически, ну, посмотрите, Радимов в Испании играл, Симак играл в Париже, да, Хохлов играл в PSV, в Энхоин, да, это же топовые клубы, раньше люди уезжали, это был уровень, это классные футболисты, а сейчас, если брать Симака, то это лучший тренер России сейчас, меня никто не приобидит, что есть лучший тренер, чем Симак сейчас, в России именно, за границу мы не берем, конечно, вот, поэтому вот так, это мои друзья, и то, что они пришли, и помогли, в то время ЦСКА, держаться какого-то уровня, да, они выигрывали медали, но, это футболисты хорошие, которые играли за наш клуб. А вас приглашали тоже, кстати, за рубеж, у нас мир, на стороне. Ну, сейчас, знаете, как обычно люди говорят, ой, сейчас начнет хвалиться, на самом деле, ничего не было, на самом деле, меня приглашали после того, как я забил в Барселоне, в Москве, этот гол, я находился в шорт-листе Барселоны, ну, что такое шорт-лист, это условно на одну позицию, там, 15 человек, да, то есть в шорт-листе я был, а я, может быть, был в 15-м, ну, и приглашали две команды из Италии, приглашали, но у меня такая жизненная ситуация была, что я, ну, не мог уехать из России, соответственно, играл до последнего в ЦСКА и в Динамо Московском. Вы сказали про матч с Барселоной и про тот гол, вы хорошо помните тот момент, как отобрали мяч у Пепа Гвардиолы, как забили, какие первые мысли были? Мне не дают забыть этот гол никто, я с кем не встречусь, ой, это этот чудак, он в Барселоне забил, но там обыкновенная ситуация была, там, я пошел в отбор, ошибся Гвардиол, ошибся Гвардиол, он мог отдать назад кварталю, зачем-то он начал отдавать поперек, я перехватил этот мяч, убежал от него, и все говорят, что был Куман, был не Куман, а был Надаль, Надаль, защитник такой, высокий, здоровый, под два метра ростом, и когда уже я подбегал к воротам, ну поверьте мне, когда ты играешь в Барселону, думаешь, блин, быстрее бы куда-нибудь этот мяч уже или отдать, или что-то сделать, и я просто смотрю, здесь Надаль бежит, здесь уже Гвардиола бежит, думаю, ну что надо бить, пока меня не догнали, ну ударил, попал удачно в угол, ну и получился гол, вот этот, там ничего особенного не было, вот, потому что все ищут какие-то шедевры, да, вот он там это сделал, обыграл, ну поверьте, все это на интуиции делается, да, этот гол мне все, так, вспоминают, да, каждый раз о нем напоминают, ну, и напоминают те же голы, которые я забил у ворота ЦСКА, играя за Динамо, я забил ЦСКА на Динамо, и за Воронежский факел, я тоже в Воронеже, в своей же команде забил, и эти голы мне тоже, болельщики, почему-то не предъявляют, ну говорят, что ж ты сделал, ну так они в шутку, ну как можно своему клубу забить, там то-то-то, я вот единственное не понимаю, почему вот сейчас есть футболисты, которые забивают гол, играя в другой, ну, в этой команде, не радуются, ну почему, ну гол это радость, но все равно кому-то забил, да, ты играл условно там в Динамо, и забил этому клуб, почему я не должен радоваться, ну я гол забил, да, это мой там был родной клуб, но я забиваю гол, у меня эйфория, я должен радоваться, а когда сейчас смотришь, кто-то забивает даже за границей, и не радуется, потому что он играл в этом клубе, я вот этого не понимаю. Любая хорошая комбинация, любой гол – это прилив эмоций больших. Ты же не каждый день забиваешь. Даже в чемпионате РПЛ нашим. Симон, например, когда 100-ый гол забил, он забил ворота ЦСКА, играя за Москву, и он побежал радоваться к колечкам ЦСКА. Да, вот о моем, о чем я и говорю. Он уже побежал радоваться все равно. Да, он побежал к болельщикам ЦСКА, потому что Симак, как бы он не хотел, он сейчас в Зените долго работает, я в Симак считаю, что это ЦСКА игрок, это не воспитанник, но это человек, который ЦСКАец. Может быть, Серега сам себя уже воспринимает, что он зенитовец, играя и работает там уже долгое время. Это же от души было. Он забивает гол, а бежит все равно. Он не извинялся же, он тоже праздновал. И самое интересное, что мне еще понравилось, и болельщики ЦСКА праздновали его гол в свои ворота. Это вообще был шедевр. Я помню этот момент, блин, свои же болельщики пропустили, они еще радуются, что пропустили, что Симак забил. И потом вот эта кричалка начала, да, и Симак, давай забей. Но это же, ну, это классная история. Ну, просто это фейерверк. Ну, каждый, наверное, мечтает вот так, чтобы было. Забил ЦСКА, и ЦСКА тебя на руках вынесли, болельщики, вообще красавец. Ну, ну, просто до слез было. Ну, не обидно, кстати, что сейчас вот эту кричалку сделали просто ЦСКА, давай забей, и убрали из нее Симака, практически. Ну, время же идет, время же идет. И нас когда вот сейчас даже приглашали на празднование 30-летия Кубка Советского Союза и Чемпионат Советского Союза, ну, некоторые не пошли, потому что, ну, все понимают, это было 30 лет назад. Ну, вот чтобы понимание чего, 30 лет назад мы выиграли этот кубок, чтобы люди, которые сейчас болеют за ЦСКА, им должно быть сколько сейчас, 50 минимум, 60. Нас никто не знает. Зачем туда идти, да, мы отпраздновали, нам майки дали. Ну, объявили бы, да, вот была такая команда. Ну, для чего туда идти? Вот вся трибуна, которая условно там, ну, может быть, 10-15 человек знают. Остальные ребята молодые, им только по 20-25 лет, а выиграли мы 30 лет назад. А им надо было, чтобы еще эту победу увидеть, им надо быть хотя бы еще, чтобы им лет 10-12 было. То есть это люди, которым сейчас 50-60 лет должно быть. И да, можно было. Ну, я, я, например, посчитал возможным, ну, не поехать, да. Ну, ну, зачем? Ну, зачем? Ну, надо было объявить спокойно, что вот была такая команда лейтенантов 70-й год, 91-й год кто-то, тот выиграли, да. Ну, 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 как-то вот, например, вот если бы сейчас команда пошла, да, ЦСКА, то вопросов нет. Все болельщики знают, кто такой Акинфеев, кто такой Мари Фернандес, кто там Березуцкий, там, Игнашевич. Вот, ну, это было бы правильно, да, потому что вот люди их видели, вот они чемпионы, вот они пришли. То, что мы пришли, тем более нас осталось там 6 человек. А вы не считаете, что если бы вы пришли, то как раз наоборот эти люди, которые молодые, они заинтересовались бы, может быть, посмотрели, почитали бы и стало бы просто элементарно интересно, что вот это была такая команда? Ну, я так думаю, что кому, Леш, интересно, они уже давным-давно все прочитали. Они давным-давно все прочитали и знают, кто когда играл, кто на какую позицию играл. Ну, последние годы, вот, мы всегда ездим с болельщиками с нашими, вот, есть такой же сайт Пески, да, вот, и нас болельщики всегда каждый год, по крайней мере, мы с Валерой Менько, Андрей Новосадов приезжал, там еще кто-то приезжал. А вот, если есть время, мы выбираемся и с болельщиками, ну, сидим за одним столом, кушаем, обмениваемся мнениями, отдыхаем. Вот, ну, вот это вот понимание того, что нас болельщики знают. Вот, а вот так выйти на 10 секунд, повернуться к одной трибуне, повернуться к другой трибуне, зная, что тебя практически никто не знает, ну, зачем? Вернемся в 1972 год, двухматчевое противостояние с Барселоной. Перед этими играми какое настроение было? Да, было бы главное настроение было. Мы же понимали, что в 1991 году ребята, которые завоевали, которые костяк был этой команды, они все разъехались. И оставалось только там 5 человек, да. Я сразу назову Харин, Фокин, Колесников, Сергеев, Колотовкин, Малюков. Вот эти 6 человек оставались, все остальные разъехались, потому что был Советский Союз, надо было как-то кушать, да. И за границу платили чуть больше, и ребята туда уезжали. И мы как бы пришли на их места уже в качестве игроков основного состава. Но мы были еще даже не в молодежной сборной, мы были в юношеских сборных еще. Нам было 19-20 лет. Строение какое было, когда узнали, что жеребевку, посмотрели, что нам попало из Барселоны. Ну все так посмотрели, думаю, ну понятно, сейчас дома штучек 5, и на выезде 7. Как бы не опозориться, да. И здесь надо отдать должное Геннадия Ивановича Костолева, тренера, да. Павел Федорович тогда уже работал консультантом, а тренером был Геннадий Иванович. Он пришел и говорит, чего их бояться, две руки, две ноги, такие же, как и мы. Мы говорим, ага, они Кубок континентальный только что выиграли у кого-то там, у аргентинцев какой-то там. Ну это лучшая команда в мире была вообще, в мире. И он такой говорит, нормально все, не переживайте. Мы говорим, а мы не переживаем, тут получим, там получим, приедем, ничего страшного не будет. Вот, и он так нас успокоил, все, мы вышли, и оказывается, на самом деле, можно было против этой Барселоны играть. Потому что все иногда говорят, вот, а один раз случайно выиграли, но было две игры, и мы из двух игр ни одной не проиграли. Это была Барселона, это был Стоочков, Надаль, это был Лаудруб, это был Чики Бегерестайн, это Собисарет, это вообще легенды такие там были по тем временам. И когда мы даже сыграли один-один в Лужниках, мы даже тогда еще не верили, что, ну думаю, елки-палки, там Испания, они нас там обыграют. И когда мы вышли играть в Испании, мы посмотрели 100 тысяч народу, а у нас такого никогда и не было, у нас там три инвалида сидит, думаешь, е-мое, 100 тысяч народу кричит. И все, и начали играть, и получилось так, что мы их обыграли, и самое, что впечатлило в этот момент, что после финального свистка, зная, что Барселона вылетела и не попала вот в эту восьмерку лучших команд, весь стадион встал и начал нам аплодировать. Вот как Симаку аплодировали, и Симак, давай забей, вот так же Ноукамп аплодировал нам стоя, люди стояли, аплодировали минут пять, наверное, что мы обыграли Барселону. Потом в раздевалку пришел Круив сам, которого только по телевизору видели, думаю, елки-палки, Круив живой. А он раз в раздевалку заходит, руку каждому пожал, говорит, вы вот такие футболисты, и мы прям в осадок выпали. Было феерия на самом деле, и она очень долго не забывалась. И мне кажется, из-за этого мы в 92-м году не заняли второе место, мы могли занять второе место, потому что мы должны были в Лужниках обыграть Нижний Новгород, мы бы заняли бы вот в 92-м тоже второе место. То есть это молодыми футболистами мы бы удержали вот тот уровень, который задали нам ребята 91-го года рождения. А мы после Лиги чемпиона приехали и 2-0 проиграли, и как обычно у нас в России все результаты сошлись в других командах, и мы заняли, по-моему, четвертое или пятое место в этом году, а должны были второй место занять. Ну, то есть Сином был хороший тоже, вроде молодые футболисты влились, да, все игроки юношеских, молодежных сборных, команда играла хорошо, показывала неплохой футбол, не тот, конечно, который был в 91-м, но достойно, достойно. Это потом уже, 93-й, 94-й, уже когда не было денег, да, мы там, выручало то, что мы были офицерами, и нам платили офицерские деньги, да, военные, а зарплату, то не военные, ребята там, я так думаю, не получали. И 93-й, 94-й год, поверь мне, мы играли практически, как говорят, за это, за бутерброд. И ушли вы поэтому в 95-м? Потому что пригласила Динамо, Динамо тогда было на ведущих ролях. Я почему ушел? Тут очень все просто. Пришел Семак, пришел Родимов, пришел Хохлов, их приглашал Тарханов, а это, как ни крути, это позиция, ну, я на эту позицию тоже играю. Если меня приглашает другая команда, на которую меня рассчитывают, на меня, да, то я спокойно перешел, тем более, ЦСКовские, Динамовские болельщики, они дружат, и тоже там, если ты знаешь, да, Камачо был, да, такой, у нас одни болельщики, у них другие, и по большому счету ничего такого, я не из ЦСК «Спартак» перешел, да, а, например, Динамо перешел на другую улицу Ленинградского проспекта, на другую сторону, да, и спокойно там играл. Кстати, я могу назвать, что это тоже были одни из самых двух лучших годов в моей карьере, мы заняли третье место, мы дошли до 1-4 или 1-2 Кубка Кубков, да, проиграв тогда Рапиду на выезде. Янкер такой был, футболист, 2 метра ростом, назабивал нам голов, вот, но команда была классная, играли мы очень хорошо, вот, могу даже назвать там футболистов, это Ковтун, это Сметанин в воротах, это Кобелев, который приехал из Испании, это Юра Тишков в царственной области, это Черышев, Терехин, да, ну, команда супер была, вот, поэтому это тоже одни из лучших двух лет, 95-96 год, в моих футболе, и я бы, наверное, остался бы дальше в Динамо, но опять пришел Павел Федорович Садырин в 97-м году, да, и я опять ушел в свой родной клуб, все-таки, при всем при том, что Павел Федорович мне не давал никаких гарантий, что я буду играть, например, да, но я пошел к тренеру, которого любил, уважал, и который, на самом деле, ну, болельщики до сих пор, вот, мы сейчас были 1 декабря на кладбище, там, народу, народ идет, народ помнит уже, сколько лет прошло, а народ идет туда, то есть, только мне Павел Федорович позвонил, я прям сказал, что, алло, он говорит, ЦСКА, я говорю, все, я завтра буду, повесил трубку и завтра поехал, уже был в ЦСКА, вот, потом уже уехал там в другие клубы играть. А что за странная история про Тарханова и какие-то бонусы, которые якобы они не выпили? Это вы тоже знаете, да, там, ну, там бонусы как были, Тарханов нас брал, кстати, хороший тренер, Александр Федорович тоже хороший тренер, такой толковый, нам пообещали, что если мы останемся, если брать 94-й год, если мы посмотрим таблицу, посмотрите, да, там, то мы были где-то там внизу 12-й какие-то, там, 10-й что-то шли, и они нам сказали, если вы попадете в пятерку куда-то, да, мы вам даем там, по тем временам давали там по машине и какие-то там маленькие деньги, да, вот, и когда мы остались, все это, выполнили всю задачу, то нас немножко, ну, так сказать, ну, обманули, да, ну, кому-то дали своим, да, а кому-то не своим футболистам, кого не приглашали, не дали, да, и, соответственно, сыграло самолюбие у меня тоже самое, почему я играл весь сезон, кто-то получает, кто-то не получает, и тут приглашение из Динамо от Николая Александровича Толстых, да, тем более Динамо, Константин Иванович Бесков, пху, чего мне не уйти, кто такой Бесков, да, и кто такой там, не в обиду сказано, да, поэтому я ушел к Константину Ивановичу, и в 26 лет научился, я думал, я все умею в футболе, а оказывается, я пришел в 26 лет, понял, что я вообще ничего не умею, и мне Бесков направил на какие-то рычаги надавил, и по-другому я заиграл даже после этого, вот, потом был Адамат Соломонович Голодец, тоже супертренер, но мне повезло в жизни, что я играл всегда у тренеров очень сильных, у личностей, да, как личности, так и тренеров, это Садырин, это Костылев, это Копейкин, это Бесков, да, не забыть бы кого-нибудь, это Адамат Соломонович Голодец, это Курбан Бердыев, я в Рубине играл, да, ну, извините, но это звезды нашего цеха, и мне повезло с ними работать, и все, что мы сейчас тренируем, это практически наработки, доработанные ими, да, и я всегда вспоминаю еще Валерия Георгиевича Газаева, я не играл при нем, да, но мы начали тренировать уже с Валерой Дубль, когда Валерий Георгиевич был в системе ЦСКА, тренировал основную команду, и он нам разрешал смотреть свои тренировки, вот, за что мы ему огромное спасибо можно сказать, мы тренировки его просто переписывали, да, потом что-то делали, и у нас, по крайней мере, мы у Газаева научились больше тренировать, чем, ну, когда мы записывали с другими тренерами, поэтому я жалею, что я не поиграл у Газаева еще, там, говорят, такие нагрузки были сумасшедшие, мы ребятам давали их, вроде они держали, но я вот хотел бы, чтобы еще у меня был тренер Газаев, но у меня и так было очень много хороших тренеров на моем пути. Вы не раз уже за сегодня упомянули Михаила Колесникова, и в Инстаграме вы часто его подкалываете, называя электричкой. Как это родилось прозвище у него? Ну, потому что он бежал быстрее всех, он играл крайнего полузащитника правого, да, и он, поэтому его электричкой назвали, что он бежал быстрее всех, хорошо там, я его травлю всегда, хорошо, я говорю, там, Миш, сетка была в манеже, и с другой стороны бортик желтый вот этот был, я говорю, если бы не было, ты все, пробежал бы туда, мимо гранитной стены, ну, мы так смеемся, конечно, он понимает все шутки в Инстаграме, там, с болельщиком ЦСКА, там, история тоже такая есть, но не буду рассказывать, потому что там человек может обидеться наверху, когда Миша пришел в клуб, и ему говорят, здравствуйте, вот, посмотрите, это болельщик ЦСКА пришел, я думаю, елки-палки, человек, который в клубе работает, не знает, что Колесников воспитанник ЦСКА, не только он играл, а он воспитанник ЦСКА, а так электричка, ну, электричка, конечно, догнать никто не мог, я говорю, тебя догнать никто не мог, но ты ни разу не подал, говорю, за всю жизнь хорошую передать, только Дмитрий его сделал, когда в Роме он голос забил, и то не засчитали, говорю, я говорю, его Мишу травили еще, Борис Аркадьевич опять, говорит, Миш, ты всем левым защитникам почки отбил, ну, потому что он подать не мог, кто попадал, попадал, говорит, ты, говорит, все почки всем защитникам левым отбил, в СССР все без почек ходят, вот, а так он сильный игрок, Мишка, ну, во-первых, мы дружим, да, а во-вторых, он сильный игрок, он отборно играл, он вот именно ковал, вот именно вот эту победу 91-го года, он Сигар же отыграл, да, и он воспитанник этой школы, вот, а во-вторых, хороший человек, мне вообще без разницы, кто такой футболист, мне главное, чтобы человек был хороший. А у вас было какое-то футбольное прозвище? У меня в детстве была, было прозвище Тигана, это, знаешь, да, кто это, игрок сборной Франции. Вот я когда в СССР пришел, Николай Дмитриевич такой был, Козлов, это ветеран нашего тренерского цеха, СССР, да, он уже на пенсии, и как-то мы играем, играем, раз, и меня, и начали, Тигана, Тигана, я очень, ну, думаю, нормально, Тигана. У нас с Валеркой Мини-Грини, ну, самое обыкновенное, чтобы, ну, как быстрее, да, назвать. В основном, ну, в основном, все клички у ребят, ну, идут от производных фамилий, да, Колесников, Колесо, а, нет, ну, Олег Сергеев был, Телега его звали почему-то, потому что он из пяти, два не забивал, его Павел Федорович называл, ты как Телега играешь, говорит, вот тебе столько моментов, ты, вот, ну, а в основном, вот так. Вы проработали столько лет ЦСКА, столько лет Буко-бокс Валера Минько, столько воспитанников вышло из дубля, столько талантливых игроков, и каким был уход, когда вы поняли, что вот сейчас придется уйти? Что предшествует? Ну, надо говорить о том, что не мы выпустили, да, этих, мы выпустили этих ребят, но подготовила этих ребят школа ЦСКА, да, это целая система. Мы просто дали на определенном моменте, там, два года, да, сколько они у нас, ребята, существуют, мы им дали какой-то, ну, заряд бодрости, там, оптимизма, да, тренировочного процесса, чтобы они могли дальше играть. Вот, поэтому здесь надо говорить о том, что система ЦСКА работала правильно, и были футболисты. А в какой момент я ушел, ну, во-первых, уже накопилась такая усталость, да, все равно, когда ты работаешь тренером, и когда тебя каждый день там требуют результаты, там, надо занять, чем выше место, тем лучше, потом ты занимаешь место выше, тебе говорят, надо дать футболиста, и ты постоянно соревнуешься, это очень тяжело в психологической точке зрения. Вот, и в 16-м году я, ну, решил уйти из ЦСКА, да, причем я, был разговор с Евгением Леновичем, ну, я ему сказал, Евгений Ленович, а, ну, годик отдохну, может быть, в структуре, он мне говорит, нет, Саш, ты тренер, ты должен тренировать, твоя квалификация, ну, дает тебе возможность где-то работать хорошо. Я не могу сказать, что я не ждал, что меня назначат тренером в ЦСКА в первой команде, да, каждый солдат мечтает быть генералом, да, но в это время назначили Гончаренко, и, соответственно, может быть, я немножко поторопился, но вот, например, сейчас бы я бы этот шаг не сделал, я бы остался в ЦСКА, работал бы в молодежной команде. Был такой разговор, хотелось работать на более высоком уровне, и я подумал, что я смогу, да, и мне предложили сборную потренировать. Я просто думал, что я сейчас посмотрю, что такое тренировать сборную, да, в одном цикле, и что такое тренировать клубную команду, когда ты каждый день с командой находишься. И мне все-таки больше понравился тот вариант, что работать с командой каждый день. Вот, ну, и потом уже меня уже обратно как бы и не пригласили. Вот, здесь обыкновенная история, вот так она произошла. Приехал к Роману Юрьевичу Бабаеву, вот, мы поговорили хорошо, в принципе, он адекватно все оценил, говорит, Саша, есть места там в платной школе, вот, я хотел работать, ну, хотя бы в нашей школе, да, вот, ну, и как бы, я говорю, ну, давайте посмотрим, что будет дальше, и все, и как бы, и меня пригласили сразу в Юрмалу я поехал, принял основную команду, мы в Лиге Чемпионов играли, боролись там, Сыровень и Звездие только проиграли, но, 87-й минуте, работали так хорошо, качественно, вот, потом я помогал Вадику, и все в Хабаровске, все-таки пришел к выводу, что, ну, я, во-первых, москвич, да, из Москвы очень тяжело уехать в другой регион, да, если, например, условно, не обижает Тамбов, да, из Тамбова приехать сюда, это, ну, хорошо, да, то отсюда уехать в Тамбов, ну, вот, у меня психологически я не мог это перебороть, да, и работать там, ну, Спартак-Юрмала, ну, это вы тоже представляете, Европа-Юрмала, домосед, что мне надо всегда после тренировки возвращаться домой, вот, ну, вот так произошло, что я и не смог вернуться в ЦСКА, никаких обид нет, мы всегда на связи, там, с ребятами, с тренерами команды, да, ну, и в детско-юношеской школе, и дружим с Олегом Корнауховым, директором школы, Валера там сейчас работает, вот, ну, вот не получилось у меня вернуться, но, как-то вот такая вот история, конечно, хочется в ЦСКА, работать, но пока не может, но сейчас вы ушли из Локомотива, после вашего интервью, и могли бы вы провести какой-то параллель между уходом из Локомотива и из ЦСКА, есть ли в этих уходах что-то похожее? Интервью какое? На Мач-ТВ, на Мач-ТВ. То, что, то, что я сказал хорошо про Николича, ну, я не мог сказать по-другому, Николич хороший тренер, Николич хороший тренер, и я так и сказал, что я не понимаю, почему хороший тренер ушел, все, ничего такого не было. А про Олича вы что можете сказать? Олич? Я к Оличу отношусь очень, очень хорошо, это видно, что такой мужик, да, по жизни, что у него есть свое я, у него есть свой выбор, да, у него есть своя дорога, и даже по тому, как он начал работать в ЦСКА, я прям, честно говоря, начал радоваться, да, он начал ставить атакующий, футбол, получалось или нет, другое, да, потому что у него в то время травмировок было много, он попал еще в такой момент, когда в сборной все разъехались, то есть он не мог какие-то вещи там натренировать, но тогда, когда он играл за ЦСКА, это был профессионал, я видел, как он тренировался, он после тренировок еще два часа в тренажерном зале, тренировался со своим тренером еще фитнесом, фитнес-тренером, вот, во-вторых, даже прочитав интервью, ну, видно, что у него есть свое мнение, это самое хорошее, когда у человека есть свое мнение, самое плохое, когда ты начинаешь подстраиваться под кого-то, да, чтобы угодить этому, угодить тому, это не интересно, у тебя должно быть свое мнение, у тебя должен быть свой путь, ты должен выполнять какую-то функцию, да, И Олеч, я к Олечу очень хорошо отношусь, очень. Вы не считаете, что с ним поступили несколько непрофессионально, некорректно по отношению к нему? Мы просто, Леш, не знаем, что там на самом деле произошло. Если бы мы знали всю подоплёвку, мы могли бы сейчас рассуждать правильно, неправильно, тот виноват, этот виноват. Как Евгений Ленорович еще раз, я всегда к нему возвращаюсь, потому что я сколько с ним разговаривал, это целая школа, когда ты с Генером разговариваешь, у тебя целая школа в голове 10 лет. Всегда, он говорил, не бывает одной стороны виноват, всегда две стороны виноваты, кто-то в большей степени, кто-то меньше. Пока мы не узнаем, что там на самом деле случилось, мы не имеем права даже вообще разбирать этот эпизод. Конечно, жалко, что Олеча убрали, я очень жалел, я просто сам, как тренер, хотел посмотреть, что будет из команды Олеча, потому что он европеец, он проповедует, атакующий футбол сразу было видно. И если бы мы ему дали время, мне просто хотелось посмотреть, что Олеч сделает из команды ЦСКА как тренер. Опять же, мы не знаем всей подоплеки ситуации, есть же разные факторы, я могу просто на вскидку такие дать. Например, нет финансирования, ты хорошего тренера не пригласишь. Есть хороший тренер, он не пойдет на, условно, команду, в которую именно вот эти игроки играют. Хороший тренер попросит себе хороших футболистов, это опять надо что-то делать, платить деньги, какие-то вещи подписывать, контракты большие. Здесь очень много, очень много нюансов, которых не зрители, даже нам, профессионалам, мы их не знаем. Все нюансы только в клубе. И я очень рад, что поставили Березуцкого. Почему? Потому что это человек, который играл ЦСКА, у него мало опыта, вопросов нет. Вот в этом направлении можно грести, что мало опыта, не знает, что пока делать, все равно надо пройти какую-то школу. Вот мы, например, прошли, я 16 лет уже тренером, и всегда сомневаюсь, правильно я делаю или нет. А Леша не тренировал, можно сказать, правильный вариант, можно сказать, неправильный, но все упирается в результат. Если Березуцкий даст результат, то каждый из нас скажет, что это правильно. Но пока мы видим, что команда на 4 месте, команда в зоне еврокубков, команда может подняться, но также команда, проиграв, может опуститься на 10 место. Поэтому вот здесь такая грань, она существует, да. И как вот все люди говорят в футбольной, кто-то говорит, там игра незрелищная, это не то. Но это футбол-то вкусовщина, да. А мне нравится, например, как Березуцкий играет от обороны. А ты скажешь, а мне не нравится, я хочу, чтобы они играли в атаку, там по 10 забивали. Поэтому это вкусовщина, и пока Алексей, мне кажется, со своей задачей справляется по теме результата. По теме игры, наверное, надо прибавлять. Александр, и завершая нашу сегодняшнюю беседу, хотелось бы у вас узнать, чего вы ждете от нынешнего ЦСКА? От нынешнего ЦСКА? Ну, я как армеец, я хочу, чтобы ЦСКА претендовал на первое место и боролся с «Зенитом». Все говорят, что с «Зенитом» бороться невозможно. А я вот хочу, чтобы ЦСКА сейчас организовался, сделал хорошие трансферы и начал бороться с «Зенитом» за первое место. Потому что все-таки давно мы это первое место не завоевывали, уже, по-моему, 6 лет прошло. У нас гегемония идет «Зенита», там супер «Семак», здесь я не могу ничего говорить, там супер состав. Но все-таки я хочу, чтобы ЦСКА боролся с «Зенитом» за первое место и занял это первое место. Потому что болельщики ждут. Гиннер построил хороший стадион для болельщиков, народ ходит на футбол и народу хочется всегда побеждать. И в то же время, если команда ЦСКА будет побеждать, я вам даже скажу, когда в 2005-м ЦСКА выиграл кубок УЕФА, вы не представляете, сколько народу малышей пошло записываться в школу ЦСКА, маленькие дети, потому что все равно же все видят команду на слуху и все хотят быть причастны к этим победе. И поэтому я хочу пожелать и Алексею хорошей работы, и ребятам не унывать, которые там играют, и побольше побед, побольше уверенности, побольше побед и играть в такой более, можно сказать, современный футбол с высоким прессингом, с давлением, с агрессивной игрой в атаке, чтобы счета были не 1-0, там 2-1, а 3-0, 4-0, 5-1, вот такие, чтобы было видно, что ЦСКА играет за счет силы, как говорили бразильцы, да, вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Вот, я хочу видеть именно такой ЦСКА, и я так думаю, ЦСКА таким будет скоро. Ну а мы будем смотреть и надеяться, что так и будет, как вы говорите. Спасибо вам большое! Спасибо! Очень приятно с вами пообщаться.